Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 11 марта, я хочу показать вам вот те массовые посевы перца, которые я буду выращивать рассаду на продажу. Сеяла их 8 дней назад, и я хочу сказать, вот мое впечатление, что вот эти вот продажные перцы выглядят намного лучше, чем те, которые я сеяла для себя. Никаких шапочек нет на всходах. Если учесть, что за 8 дней они успели сеяла сухими семенами, они набухли, проклюнулись и взошли, и уже семидоли раскрыли многие. Никаких шапочек нет, видите, что выпадания у них тоже нет, все ряды такие как стройные, четкие, не проголызин, ничего нет. Я вот сейчас делаю осмотр, сегодня у меня первый полив. Конечно, они вот только вчера, позавчера начали выклевываться, но все равно общая картина шикарная. Видно, что они вырастут все, и если сравнить с теми посевами, помните, которые я показывала вам с магазинных семян на развод, там, где шапки они не скидывали, где половина не взошло, то это земля и небо, конечно. Но эти перцы у меня посеяны, несмотря на то, что попозже, это вот перец венти, у него срок вегетации короткий, и я думаю, что он, у него все в ускоренном темпе, я думаю, что они еще догонят те мои посевы. Ну и вот очередной парадокс. Перцы продажные выглядят намного лучше, чем мои собственные, для собственного огорода, который я посеяла. Но я их применить не могу, потому что они здесь все один сорт, мне столько не надо. Я же для размножения сеяла много сортов, там 10 или 20, по несколько штук. Но если будут здесь очень шикарные, то несколько оставлю, конечно, для себя. А еще добавить хочу, что вот эти посевы полила первый раз я на восьмой день, вот они у меня сходили, я все-таки не поливалась. Сегодня первый раз полила, потому что земля уже пересохла, они же уже открытые давно, они начали проклевываться еще три дня назад, вот эти, которые самые большие. Первый полив и первые дни после посева они стояли вот на этом кусочке теплого пола на подогреве. Может быть, это еще сыграло роль, но все равно, если бы они были семена не всхожие, тут, конечно, никакой пол подогрев не помог бы. Семена свежие, прошлогодние, собственного приготовления, которые я... Ну вот что остается от продажи, я их высеваю на рассаду. Ну вот результат очаровал меня, очень нравится. Ну, в принципе, они всегда так сходят у меня каждый год, просто по сравнению с моими, которые я для себя сеяла пораньше для своего огорода, земля и небо, эти очень хороши. Все, до свидания. Это я просто... Многие меня просят показать, что вот скорее, быстрее или нет, взошли те семена, которые я с подогревом оставила на полу. Вот показываю. На восьмой день они уже с семидолями все. Почти все. Всем привет! С вами снова я, Ольга Чернова. Сейчас я высаживаю рассаду перца, массовые посевы для подращивания, для продажи. И так как в прошлом году все просили меня показывать схему посадки, я сейчас все подробно вам покажу, на каком расстоянии делаю бороздки, на каком расстоянии делаю дырочки. Делаю все очень просто. Палочкой томатной делаю углубления, чтобы были ровные ряды. И потом обыкновенной палкой, вот вчера вишню старую оборвала, делаю дырочки. Бороздки делаю на расстоянии примерно, вот видите линейку, 9-10 сантиметров, от 8 до 10, никогда ровно ничего не измеряю. И дырочки чуть почаще 5-6 сантиметров. Вот при таком, вот посмотришь, если сверху, примерно квадратные, что ширина между бороздками, что длина вот так. Делаю бороздки с таким условием, чтобы потом можно было, я все бороздки так делаю, чтобы можно было потом мотышкой прорыхлить, потому что им расти здесь целый месяц. Иногда после посевов, когда жарко, высыхает почва и делается корочка. И вот потом после полива я ее прорыхливаю и всегда делаю так, чтобы можно было вот этой мотышкой пройтись. Глубину дырочек делаю всегда разно, в соответствии с длиной сеянца. Вот сейчас буду высаживать колобок, заглубляю вот так, значит делаю такую глубину дырочки, чтобы он сел прям по листике, потому что потом, когда я его дырку прикрою, немножко полью, грунт осядет, и как раз половина вот этого стволика, она оголится. Будет все в самый раз. Рассаду из лотка вынимаю заранее, чтобы мне вот сейчас я наделала дырочек полностью на ящик, вынула из этого ящика всю рассаду, вот именно этот сорт. И сразу уже в подготовленные дырочки делаю так, чтобы было как можно, короче, период от выемки из лотка и для посадки сюда. Когда я вынимаю растения из лотка, у меня уже должны быть готовы все дырки, чтобы я взяла вот этот букет и быстро-быстро-быстро их раскидала. Понимаете из-за чего? Чтобы корни не заветривали, чтобы все это в темпе было. Поливаю слабым раствором марганцовки, как и все свои, которые я сею, высаживаю рассаду. Вот в этой теплице, конечно, это очень медленно все продвигается. Вот сейчас опять сделаю 500 дырочек. Вчера говорила, что посадила только около 500 корней. Сейчас сделаю опять 500 дырочек, посажу 500 перцев. Наверное, на этом будет все, потому что там еще надо поливать рассаду, ухаживать за той рассадой. Но им ничего не случится, они подождут. Вот следующие лотки на очереди. Даже если буду 1-2-3 лотка в день высаживать, за неделю эту теплицу я всю засажу. После того, как я ее посажу, больше от меня уже никаких сюда, ну, уже ничего не будет требоваться. Ранняя высадка чем хороша? Грунт здесь очень влажный. Поливать я их приду теперь не скоро. Им здесь тепло, грунт влажный. Они очень быстро пойдутся в рост. Вот этот видеоролик был снят специально для того, чтобы те, кто захочет вырастить в теплице рассаду массовую, именно посев, не для себя 20-40 штук, а тысячами, несколько тысяч. Я показала, по какой схеме я высаживаю, и потом недели через две я покажу, как они, как будут выглядеть. Ну, сразу предупреждаю, что высаживая вот сюда рассаду перца, я рискую. У меня сибирский регион, и я всегда предполагаю возможность, что она может все-таки замерзнуть. Если будет сильно-сильно мороз, никаким обогревателем здесь не согреешь. Я к этому морально готова, и каждый год я иду на такой риск. Перец не замерзал еще ни разу, но, как говорится, всегда бывает первый раз, может когда-нибудь и замерзнет. Но я уже так себя настроила, что я расстраиваться не буду. Все. Желаю всем удачной и пассивной. Вообще, нынче год, чтобы был лучше, чем прошлый, когда у нас был град, все выбило. И вообще, каждый год начинаем все сначала. Как говорится, лето – это маленькая жизнь. И каждый раз настраиваемся всегда на лучшее. В этом году я 100% уверена, что все будет хорошо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok